Акватория реки Муховец, расположенная вблизи Брестской крепости, соответствует двум важным критериям, на которые рыбаки всегда обращают внимание – удобство и предполагаемый улов. А потому здесь всегда можно встретить любителей тихой охоты. Среди тех, кто много времени проводит на свежем воздухе вблизи реки, семья Солдатовых. При этом не забывают, что рыбалка не всегда безопасное занятие, а потому к выбору места подходят серьезно. Чтобы не было никаких электропроводов, чтобы не было вблизи всего такого, чтобы обрыва не было, чтобы вот так безопасно с деткам, чтобы не было опасности для наших деток, так как мы часто очень ездим сюда с детками, с семьей отдыхать. Семья Солдатовых знает, что рыбалка в неустановленных местах и вблизи линии электропередач – небезопасное занятие, но таких ответственных людей не так уж много. Мало кто обращает внимание на металлические конструкции и провода над головой, а это воздушные линии электропередач. Кажется, что они высоко и не смогут причинить никакого вреда, но это мнение ошибочное. Их опасность, опасность электричества в том, что порой не требуется прямого контакта с таковедущими частями. Риск поражения возникает даже на расстоянии. Статистика несчастных случаев, связанных с поражением людей электрическим током во время рыбной ловли, неутешительная. За 10 лет пострадали 32 человека, 27 из них погибли. Ежегодно вблизи воздушных линий электропередач происходит несчастный случай с любителями рыбной ловли. К сожалению, не стал исключением и 2021 год. В апреле этого года при осуществлении рыбной ловли вблизи воздушной линии электропередачи был травмирован ученик 11 класса Ходосовской средней школы Местиславского района. Молодой человек вместе с другом осуществлял рыбную ловлю на озере. Вдоль озера проходит воздушная линия электропередачи 110 тысяч вольт. Вместе с ближением с водоемом на опорах воздушной линии установлены плакаты с информацией о запрете осуществления рыбной ловли. При смене места рыбалки, не обращая внимания на плакаты, подросток шел по берегу озера с разложенной в вертикальном положении 7-метровой углепластиковой удочкой. При передвижении он приблизил удилище на недопустимое расстояние к проводу воздушной линии, в результате чего попал под действие электрического тока. Пострадавший в тяжелом состоянии с ожогами 70% тела был доставлен в учреждение здравоохранения. Стоит знать, что расстояние от земли до линии электропередачи составляет порядка 5-8 метров, а длина современной удочки достигает 7 метров. Риск поражения электрическим током возникает при приближении удилища на недопустимое расстояние, а это от 1 до 3 метров в зависимости от напряжения. Случайное соприкосновение удилища с проводами обернется смертельным ударом тока, потому стоит серьезно подходить к выбору места для тихой охоты. Даже в часы отдыха не забывайте в опасности, которые представляют собой линии электропередачи. При выборе места для рыбалки и отдыха, запуска воздушных змей и модели летательных аппаратов избегайте трасс прохождения воздушных линий электропередачи. Не приближайтесь сами и не подносите посторонние предметы к проводам воздушных линий электропередачи на расстоянии менее 2 метров. Помните, что поражение электрическим током может произойти даже без непосредственного прикосновения к токоведущим частям. Обращайте внимание на предупреждающиеся плакаты и знаки безопасности, сигнализирующие о наличии электрического напряжения. Не прикасайтесь к оборванным проводам линий электропередач и не приближайтесь к ним на расстояние ближе 8 метров. При обнаружении оборванных проводов или иных аварийных ситуаций, связанных с электроустановками, необходимо сообщить об этом по единому номеру телефона 144. Не забудьте ознакомить своих родных и близких с этими правилами безопасного отдыха. И помните, что соблюдение указанных несложных инструкций станет гарантом вашей безопасности и безопасности ваших близких.